Как? По глубиной почте телефон же не работает? А, точно, ну да. А в райцентр-то не доедешь. Да, но я... Что, уедешь в райцентр? Замялась вожатая. Хотя, я полез в карман в левый, достал мобильник и кинул ей. Попробую, вот. Я бы даже не придумал. Хотя, он тоже не работает, мы ж помним. Вожатая поймала телефон, он несколько раз подпрыгнул у него в руках и чуть не полетел на пол. Что это? Телефон. Коротко ответил я и закрыл глаза. Знаешь, такой зазвонил телефон, кто говорит, сон. Ты что, больной? А, как? Это я не знаю. Я реально. Не. Парень жжет. Он мне нравится. Сейчас я еще попью немножко. Извините, пожалуйста. Ну и пока что буду читать и пить, и все остальное делать. А то горло хрипнет быстро, и тогда будут проблемы. У меня и так оно хрипло. Ну, в смысле, у меня голос такой просто. А бывает, что именно вообще хрипнет, и мне тяжело говорить. Когда я долго комментирую. Вожатая, наконец, похоже, начал приходить в себя. А ты? Я не знаю, что здесь происходит. Кстати, вы заметили, она не Ольга Дмитриевна показывается, а как вожатая. Но он все равно знает, что она Ольга Дмитриевна. Это именно тот красный пионер, который в одиночной концовке говорил о том, что он там что-то на мясо всех разделывает. Ну, в общем, такой веселый чувак, который говорил, что наш герой никуда не уедет. А на самом деле он уехал еще и как. Ты смотрела когда-нибудь День сурка? Не смотрела, ну и ладно. Ну как она бы его смотрела? Во-первых, она придуманная какая-то. Ну, в общем, не совсем человек, похоже. Как и они все. А во-вторых, то есть, не в то время, тогда еще не было этого фильма. Ну и ладно, если бы у вас в библиотеке были книги по психиатрии, на твой вопрос о моем психиатрическом состоянии, я бы смог ответить с большей уверенностью. А, психическом, не психиатрическом. Поэтому сейчас готов сказать лишь как дилетант. Да, Оленька, я больной. Опять громкий дьявольский смех. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хотя скорее как Дед Морозовский смех у меня получился. Опять лицо Катары, обожаю его. Няха. Вожатая от неожиданности выпустила телефон из рук, он упал на ребро и отскочил ко мне. Хе-хе-хе. Ты, пахнутый. Я быстро подобрал мобильник и сунул в карман. Но не тобою. Что? Ну, не тобою. Что? Не тобою. Добавил я, открыл один глаз. О, Лена. Хе-хе. Лена интересная штука. В дверь робко постучали. Затем она открылась и на пороге появилась пионерка. Ух ты ж твою мать. Хе-хе. А что? Ты её боишься? Ну, она вообще-то и правда опасная. Она может тебя справой зарядить. Или ножом покромсать. Ну, на самом деле, я не знаю. Лена... Они вообще все хорошие няши. Но, Лена, там, скажем, нюансы. С одной стороны, есть хорошие штуки. То есть, она очень романтичная такая. Она очень верная. Она очень такая... Ну, сиськи у неё больше. И она активная в сексе, скажем так. Самодефлорирующаяся девочка. В общем, вот так вот. Но, с другой стороны, она может тебя почикать ножом. Или просто трахать тебе мозг. То есть, она такая инфантильная, сильная и интроветная. Если говорить о её внутреннем мире. Похоже на какую-то эмо-гё. Или годку. Ну, в общем, такую. Угрюмую девочку. Ух ты ж твою мать. На игры навскочу я с кровати. А тесак где? Дома забыла. Вообще, я угораю с этого. А где Женя? Мы ж вроде в Жене Рут играем. А Жене пока не видели. Тесачок, тесачок. Ах, пионерка непонимающе посмотрела на лажатую. Да чё, чё ты на меня смотришь? Доставай свой ножичек и давай вместе тут всех резать. Вот реально, я бы хотел концовку, где можно взять с Леной. Ну, короче, она тебе маску сделает, как и себе. Так её дефлорировать, а потом вместе пойти кромсать всех. А потом ещё раз трахаться где-нибудь в столовой возле трупа, истекающей кровью этой Ольги Дмитриевны. Ну, вообще-то... Вы, короче, не жалуйтесь на меня, там, не сдавайте меня в психушку. Просто не пахайте я была бы, ну, согласитесь. Ладно. Я думаю, никто не согласится. Пионерка не... Ну, да. О, смотрите, глазки нормальные стали. Это... Это Белиссимо! Начала она вздохнула и тяжело опустилась на кровать напротив. На самом деле, я знал, что вожатая меня боится. Страх у неё просто в программу не заложен. А, не боится, точнее, боится. Она может возмущаться, это да, сколько угодно. Имитировать испуг, всенепременно. Крутую словечко. Я так чувствую, этот пионер его выучил за много кругов в этом лагере. Но пройдёт пара минут, и она самоустранится, оставив меня в покое. Ты молодец, чувак, ты крут. Да. Тоже мне. Вот я бы на её месте. Что бы ты? Пионерка. Ну, вы поняли, Лена. Я, наверное, не вовремя. Нет, ты вовремя. ты как раз успела у тебя есть 3 минуты чтобы схватить тесак и расправиться с вожатой ну помочь мне как бы и тогда я тебя буду любить а иначе не буду любить ты же любишь пионера который вот этот тот приходит ну или будем считать что он семён просто не главный семён там еще есть главный семён там этих семенов столько что блин не знаю семени на всех девок хватит всех забрюхатить хватит так вот ради любви давай ради меня зарежь его реально она может зарезать робко пролепетала пионерка потупил взгляд и собираюсь уходить да ты не стесняешься 7 7 7 7 оттайся да ты не пойти не стесняйся радушно воскликнул я жестом показываю на место рядом с собой да присаживайся давай давай быстрее знакомиться а то что я то знаю что ты долбаная коварная змеюка ты присаживайся чувствуя себя как дома ну на самом-то деле она есть дома нет я присаживайся кому сказал она или валя отсюда рявкнул я какое лицо ну чё испугалась ну и молодец потому что страх он как бы он ей не позволяет в бешеную эту персеркершу превратиться и всех рубать нафиг кромсать всех ножищем сим-сим вскройся называется лена сим-сим ты вскройся сим-сим что-то еще вот эта девочка точно умеет сыграть и настоящий испуг и страх и даже ужас да именно сыграть сожалению ну какая она большая стала ужас я ее боюсь если честно она медленно подошла и села на мою кровать сжавший спинку вообще-то мне страшно больше чем ей ну и что хорошего расскажешь а вот так вот и вот реально можно и отомстить а наши в ее руке постоянно заставляла семена рассказывать всякую хрень типа а чё ты хочешь делать а чё ты еще но с другой стороны семена тоже придурок был полнейший потому что он не мог сказать я тебя люблю и все такое ну типа по нормальному с ней общаться не мог мало того что вообще то есть он какой то сослали он более смелый а с этой она его сначала в общем она его пообманывала кучу раз а потом воспользовалась этим но ей видимо нравится именно когда человек не ожидает что его сейчас страх ну собираются она взяла так а я такая давай я тебя поцелую потом насажусь на твой кукан и все такое и буду такой няшной девочкой унылтянкой ну что хорошего расскажешь чё чё красная ээээ его чё убили или у него какие то уже глюки начались меня как и всякого порядочного ребенка родители с детства учили что нельзя открывать дверь незнакомым людям так же не стоит идти непонятно куда когда тебя зовет непонятно кто но то в детстве а сейчас от того до от того доверюсь и незнакомцу или нет зависит буквально все казалось что прошла уже целая жизнь я успел состариться если не физически то духовно и забыл что такое зима снег холод вечерняя темнота пронизывающий до костей ветер и вечная слякоть так и город не останавливающийся ни на минуту вечно куда-то бегущие коптящие грязное небо и людей рядами прогнивших дымоходов и автомобильных труп остался далеко в прошлом словно на выцветших страницах стал фото альбома за ненадобностью заброшенного пыль ничего я так понял это нам передышку от смеха дают в виде какого-то абсолютно вводного и бесполезного текста но зато красиво написано правда что-то все белое кончай это что леет женя женя эй голос сидящий рядом девочки несколько отвлек меня от этих мыслей а что у этой девочки здесь что ли вздутие такое странное как будто бы у нее встал может женя на самом то деле не женя тогда оправданно что она отказала электронику кстати бедный электроник это женя она девушка электроника непорядочно отбивать этого педика тем более у нее если член то у них был хорошо получилось просто наверное она ему отказалась за того что он к ней как парень подошел то есть он думал что она девушка но при этом он как бы педик зачем он тогда к ней видимо она ему и именно внешне нравится но она бы узнала что он короче гей а он бы узнал что у нее есть члены среда боя у них все получилось ладно в общем не будьте короче гомофобами что то я на этом зацикливаюсь голос сердящий рядом девочки несколько отвлек меня от этих мыслей на фига ты мыслишь здесь чем-то опять завис все думаешь об этом о чем семён о чем а что за семён какой-то семён их много вроде бы хотя не знаю она говорила беззлобно и я переспросил скорее достать просто для порядка ответ был так известен ты знаешь мы сидели на крыше библиотеки свесил ноги вниз нифига себе на крышу библиотеки забрались давай скинь ее скинь ее на сломает две ноги то ты сможешь ухаживать за ними движение немного откинулась назад и у волосы красиво развивались на ветру даже не я не знаю это она теперь в глаза нам пиво яркое солнце заставляя шмуриться но она не было ослепляющим скорее парк от на теплым и словно обволакивала всего тебя приятным жаром летнего дня ну вы поняли это все вода вода кругом вода нет то есть я не знаю наверное последнее время не всегда получается понять о чем думаешь то есть он не понимает о чем он думает это как так то есть если я думаю то я думаю той частью мозга который отвечает за сознание то есть память даже чтобы из памяти вот информацию вытащить нужно именно использовать сознание это то есть на подсознательном уровне память сама не достается именно вот вспомнить когда тогда что то 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 было так далее если же обрабатывать информацию например то есть тоже нужно думать а выключатель вот а да я вспомнил выключатель работает так ты переводишь его в положение зажигается свет то есть мне нужно взять рукой его нажать чтобы загорелся свет то есть я думаю я осознаю что я делаю а он у него типа раздвоение личности раз у него кто то другой думает в голове в голове каша из мыслей и есть конечно такое диск дискоординация мысли или как то так называется это короче штука она появляется когда ты долго не спишь дебильная музыка вот эта вот не такая красивая как оригинальная но тем не менее я замолчал на мгновение и посмотрел на Женю она выглядела так как будто ее не интересует не только наш разговор но и вообще все происходящее вокруг у нее то же самое что у тебя вы отличная пара давай ее вали с крыши библиотеки и потом будешь ухаживать в медпункте словно бы эту девочку все устраивает лето солнце приятный ветерок молодость словно этого ей достаточно для счастья остальное лишь глупые условности короче ты меня понимаешь зачем вообще спрашивать потому что человек существо социальное ему положено общаться с себе подобными ну обычно утверждение хотя я не знаю есть и асоциальные люди вполне себе она еле заметно усмехнулась ну да кто бы говорил сейчас подожди схожу за наградой самой общительной пионерки 1980 какого то там года то есть награда за сплетницу или во что то а я что у меня в отличие от некоторых есть в этом лагере вполне не конкретные обязанности я уважаемый член нашего коллектива да я уже заметил как у тебя шорты вздулись незаменимый даже в каком-то роде не то что ты незаменимый а он как раз незаменимый если бы не было его то не было бы и лагеря он же семен семена это же звезда как патрик только не розовый даже не сверкнула глазами ехидно ухмыльнулась я тут уже сострить успела она только ухмыльнулась да я так понял она на мою шутку ну да обязанности я прикрыл глаза ладони откинулся на спину нет ты сама себя себе слышишь обязанности у нее коллектива эй грозно сказала жене и больно ткнула меня в живот ну отлично ох ох скорее наигранно застанал я и бросил в ее сторону дневный взгляд надо было ей ответить ложкой поугу как там ээээээээ что то я вилкам предпочитаю ложки один удар и череп крошки или что то такое Я, наверное, опередил немного посолицу, но главное ритма. А если бы я упал, разбился, а? Да, тебе ж пофигу, ты ж переродишься, наверное. Это же Савёна, здесь всё можно. Это было бы крайне прискорбно. Вот поэтому надо было её сразу выкидывать. Ведь она же здесь важна, а Семён не важен. Поэтому, если он её скинет с этого, то он устранит конкурента в лагере и станет более важным. Ну, а может и не станет более важным. Но им же ж нужен будет библиотека, и они, скорее всего, его возьмут. Арестовать-то они его не могут, или не знаю. Тут даже жизнь застраховать не надо. А смысл, если ты умрёшь, то кому страховку буду уплачивать? Даже если бы можно было. Ну да, и страховку уплачивать потом тоже будет некому. Похоже, это не та Женя. Она какая-то слишком современная, потому что в СССРе там не особо страховки были. Ну, ну как некому. Я почесал затылок, глупо ухмыльнулся и сказал. Чё-то мой задор пропал. Вот что я сказал. Уже больше зеваю, меньше активно говорю. Давайте что-нибудь поинтереснее, чтобы я прямо не знаю. На одном дыхании всё рассказывал. А тебе, мне, да, у тебя рука в гамне, я знаю, но плевать. Пожалуйста, Женя, умоляю тебя. Прошу, барышня. Женя задумалась. Ну, допустим, но не думаю, что в столовой принимают доллары, еврокредитные карты или на худой конец российские рубли на худой конец. Да, худой конец у российского рубля будет. Да, вообще-то, в принципе, самое лучшее это золото. Ну, или доллары на худой конец. Вот доллары на худой конец. И недвижимость, в принципе, неплохо. Недвижимость, она служит и как валюта надёжная. И к тому же, ну, хотя доллары тоже можно с них прибыль извлекать, но на недвижимости можно хорошо зарабатывать, сдавая её в аренду. Поэтому недвижимость это неплохо, очень неплохо. Но много нужно за ней следить, конечно же. А то там могут быть с ней проблемы. Кто-то спалит твой дом и всё. И попробует до них дозвонить что-нибудь, сделай с ней. Ну, с арендаторами этими, из-за которых сгорела недвижимость. Так вот, то есть, как бы, в принципе, доллары, евро, это, в принципе, одно и то же. Но доллары важнее всё-таки. Доллар, он круче, потому что евро, это тоже доллары. Ну, просто понимаете, там в Евросоюзе, в главном резерве, в фонде или в чём-то там ещё, хранятся те же доллары, та же валюта международная. То есть, всё построено на долларах. Другие валюты, они могут быть дороже, дешевле. Но доллары, это, то есть, основная, скажем так, самая универсальная денежная единица. Ну, и, конечно же, металл, золото, оно, потому что не обесценивается. Ну, конечно, может обесцениться, но я думаю, это будет очень нескоро. Поэтому в золоте очень выгодно хранить. Если доллар там когда-нибудь, может быть, у него инфляция есть, например, у доллара. А золото только дорожает, поэтому я считаю его самым лучшим вложением. Так, продолжаем. Я немножко прервался. Да, я там говорил о золоте. Ну да, всё, пожалуй, я закончу на этом. Да, и обменника здесь, наверняка, нет. А если бы их был, то ещё неизвестно, как там дело с курсом. Но курс, я думал, был бы неплохой, потому что в советские рубли, они, как бы, что-то 60 копеек за доллар было. Ну, естественно, это был фиксированный курс. Там просто много валюты лежало в казне СССР. Очень много. Так как, ну, её не позволяли вывозить, то есть вся граница контролировалась, и все деньги держали у себя. И российские рубли, ну, советские, ценились. А когда всё это интегрировалось в мировую валютную систему, то начало всё регулироваться рынком. И если ты такой вот выёбываешься, скажем так, обманываешь всех, как это делают российские политики всякие, то, собственно, тебя не уважают, и рубль твой падает. Могут ещё и санкции ввести, как они сделали. А если бы и был, то ещё неизвестно... Ну, да. Я, знаешь ли, не хочу страдать от его скачков. Я так понял, это очень недавно мод делали. Проси вы под золоте! А, это он сказал. Блин, ты умный! Да. В золоте ему! Конечно, в золоте! Можно ещё и в бриллиантах. Хотя бриллианты, на самом-то деле, они... Алмазы, они дешёвые. Должны быть. Должны быть дешёвые. Но на самом-то деле, они дорогие, потому что их... не пускают на рынок. Алмазов много. Там в Юаре столько этих алмазов нашли. Залежи. Ну, в общем, там их копают тоннами просто. Но их не выпускают на рынок для того, чтобы как раз цена на них большая держалась, высокая. Просто продают маленькую часть евреям, те их гранят и делают из них бриллианты. И потом уже из Израиля всё это распространяется по миру. Да, евреи, они любят ювелирами работать. И расставщиками всякими банкирами. Она навалилась на меня и попыталась то ли защекотать, то ли задавить, то ли побить, то ли всё вместе. Зачем? Опять красная. Что это за фигня? Я вышел из домика вожатой, посмеиваясь. Вряд ли стоило чего-то ждать от разговора с этой пионеркой. Так с вожатой или с пионеркой? Я и не ждал. Зачем? Ведь всё уже давно известно. Эту пьесу мне по силам сыграть самостоятельно, как в убугом театре одного актёра. Да, это замечательно. Какая ирония? Пьеса одного актёра в театре одного зрителя, в городе одного жителя, в мире одного человека, во вселенной одного живого существа? Ну, ты-то ты преувеличиваешь, ты ж не знаешь, чем отделён этот лагерь от реального мира и вообще, то есть, нет ли здесь реальных людей других. Может, они есть, просто прячутся, а может, они не совсем люди, но живые существа такие, с ушками, хвостиком и остренькими коготочками, которые, если ты их разозлишь, тебя могут зацарапать до смерти. Или с живого в кавычках. Или, может, живого курсивом. Какой некролух вам больше нравится? С виньетками или без? Кто такой виньетки? С буквицей или без? Какой шрифт живаете? Бумага матовая или глянцевая? С какими виньетками? Может, виньетками какими-нибудь? Тьфу, опять! По дороге в припрыжку скакала весёлая девочка. О, весёлая. Это это. Ураган! Она в Микуруте тоже была страшная. Точнее, она была не одна. Может быть, в этот раз начать с неё? А что с ней делать? Снасиловать, что ли? Или что ты делаешь? С ними обычно. Помню, в столовой есть отличные крюки для мяса. И что, её на крюк посадить, что ли? Ну, можно, в принципе. Ну, зачем? Или нет? А ты кто? Я твой ужасный кошмар. Надо её, короче, это... Долбануть чем-то по голове, чтобы она сильно не бегала и не прыгала. Выпалила она, поравнявшись со мной. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Бу! Хе-хе-хе. Ага. Я демонстративно развёл руки в стороны и навис над ней. И совсем не страшно. Ах, ты ж сволочь. Не страшно, но это пока. Ухмыльнулся я и направился дальше. Зря ты её так оставил. Эй! Кричала она мне вслед. Подожди. Я, похоже, ей понравился. Ой, понравится Ульяне. Это самое худшее, что может быть вообще на свете. Может, ты мне что-нибудь с миньетками сделаешь? Девочка догнала меня и схватила за руку. Не трогай. Брезливо заорал я и силой отдёрнул руку так, что юная пионерка слетела с дорожки и упала в кусты. Надо было добивать её, пока не поздно. Потому что она потом тебе отомстит. Ай, больно же. Заплакала она. Но это твои проблемы. Сама придралась. Иди в жопу. Странно. Вот сейчас правда странно. Кажется, такого раньше не было. Конечно, этот день повторялся уже столько раз, что и не сосчитать. И ведь дело совсем не в том, что девочка улетела в кусты, а в том, что здесь не должно быть ничего нового. Ну да. Даже такое малозначительное, казалось бы, событие может в итоге оказаться важнее, чем все предыдущие разы. Чем первый раз. Не знаю даже почему, просто чувствую. Просто уж слишком давно не случалось ничего нового. Конечно, этот мир нельзя сравнить с монотонным механизмом, бездушно выполняющим свою работу. Но все вариации сценария мне знакомы. Вообще-то тут столько вариаций сценария, что ты не мог с ними со всеми ознакомиться. То есть, ну... Тут их больше, чем ты думаешь. Это же... У нас в игре, собственно, выборов было мало. А если подумать, что это действительно живой открытый мир, ну, может не настолько живой даже, но открытый мир... То есть, ты можешь, например, срубить дерево, и что-то изменится. Ты можешь, не знаю, там, подложить бомбу в какой-то из домиков, тоже что-то изменится. Ты можешь, например, кого-то замочить, или кого-то, там, охмурить другого. Например, опять же, замутить роман с Ольгой Дмитриевной. И опять же, что-то изменится. То есть, это огромные вариации. И самое главное, что ты не будешь знать, как это повлияет на все. Может быть, тогда ты... Не знаю, сколько я Дмитриевна и куда-то уедешь. И будете там, на Ямайке, где-нибудь постоянно секосом заниматься. Или еще чем-нибудь. Может, у нее есть, не знаю, дом где-нибудь в США. Хотя вряд ли. У пионер-вожатой, то он в США отлично. И когда я говорю все, я имею в виду все. Жирным шрифтом. Пару минут назад в доме к вожатой могла прийти не та застенчивая пионерка, а девочка, встретившая меня у ворот лагеря. Я был бы готов. Или наглая пионерка, приветствующая незнакомцев ударом по спине. Я бы был готов. Или даже вот это.